это сайт официальный сайт отеля все желающие могут узнать все наверное так думаю потрясающий кактус с этого потрясающего кактуса и вот еще рядом один интересненький такой мы начинаем экскурсию по супер-отелю это мой муж это я красотка ну вот прямо прямиком когда мы заходим мы упираемся вот такую интересную был эмблемо если присмотреться увидите название оазис здесь такие интересные статуи это центральный вход очень красивая территория вообще если бы конечно до ума и довести можно было претендовать на 5 звезд но так 4 пока прямиком мы попадаем отсюда вот такой вот perception видите флаги которые приветствуют людей с разных стран там гуляет мой муж любимый идем на ресепшн здесь встречают разные люди и конечно же ваш гид русскоязычные или украинской язычный моря откуда вы приехали вот так вы попадаете на ресепшн вот эти вот интересные люди ну пару историй расскажу за этот ресепшн здесь у нас такие экскурсии что сказать этих ребятах они выносят мозг это сказать ничего не сказать здесь упаковка чемодана там у нас туалет здесь у нас вода миллион людей ждут заселения что нормально в принципе рассказать за этот ресепшн вот наверно единственный недостаток в отеле вот этот нас гид русланчик мы только с ним общались в принципе хороший парень ну что расскажу за ресепшн не буду кричать прям на ресепшн не все что я говорю я отвечаю сейчас увидела такие же картины похоже люди когда проплачивают путевочки приезжают сюда конечно они видят море потрясающей зелени это действительно похоже на остров тут такие номера интересны и кругом пальмы но на ресепшне интересная картина получается эти виды просто нереальные получается такая картина интересная что есть номера хорошие есть не очень хорошие мы проплачиваем все это через тур операторов но понятное дело что по приезду сюда за нас отвечает гид но он как-то есть и сразу вы нет при вселенной где одевают такие браслеты все включено ну и такая картина как бы всем надо оказывается доплачивать бабло те кто по ушли и уже как бы те которые знают наверно уже знают эти механизмы начинают требовать от 30 до 100 долларов но как нам заявили две семейных пары нам сказали от 100 долларов с нам надо было 200 долларов от сразу от листать для того чтобы для того чтобы получить хороший номер мы думали думали я говорю на чоке пешева давайте подождем два часа и заселимся может быть все будет хорошо потому что в каждом корпусе здесь в районе 9 есть хорошие корпуса есть не очень хорошие что что подразумевается под хорошие хорошее это новая мебель пластиковые окна ну вот как вы видите до кондиционеры и конечно же уборка каждый день плохие номеры это 30 лет давности новые это 15 лет давности ну вот плохие ой какая пальма интересная семенами плохих конечно старая мебель раздельные кровати что многих напрягает ну и не всегда работают кондиционеры не всегда работает теплая вода горячая это печально потом после разговора с нашим гидом мы выяснили поняли что хозяина здесь нет директора скажем так который отвечал бы за все это движение здесь весь арендатор ну и он как бы за хорошие номера прямо на ресепшене заставляет их якобы брать деньги интересную историю расскажу которая возможно кому-то поможет история следующая ребята с москвы здесь очень много москвичей вообще с украины немного но москвичи здесь больше половины отеля есть в германии с америки встречаются ну и турки понятно ну и расскажу историю что поварила познакомилась в ресторане с одними москвичами и вот покажу это хорошие корпуса от 6 до 9 9 тысячного от 6 тысячного до 9 тысячного это новый а вот здесь вот первая линия это домики похоже чем-то на грец кстати мне вот эти домики из корпусов старых больше нравятся чем вот новых новых похожи прямо на жилые дома вот вот чем остановилась так эти ребята из москвы они вообще молодцы они приехали дали коробку конфет бутылку русские водки и сказали там на ресепшене пожалуйста нам хороший номер как засуетились как все забегали говорят дали нам хороший номер каждый день уборка все круто очень сразу в хорошем корпусе ни доллара ни рубля не доплатили ребята наверное здесь очень сильно любят эту самую русскую водку территория отеля конечно просто потрясающе везде звучит русская музыка как будто и не уезжали люди с россии с украины растут везде вот такие возле этих корпусов вот такие красивые цветы красные мы когда въехали нам выложили в нашем номере на кровати красивую композицию цветов мы же молодожены две пары молодоженов красивенько конечно ничего не сказать потрясающе вообще пальмы эти все это то что я очень люблю здесь и ходят милиционеры что рассказать территория вообще воудушевляет ну номера я покажу позже это действительно оазис большой козырь этого отеля то что зелень просто везде просто везде вот такие улочки мощаные мощеные везде указатели ну как бы все для людей сделано в принципе я еще раз повторюсь отель мог бы претендовать на пять звезд из-за территории месторасположения единственное что чуть-чуть будем доделать номера потому что поменять мебель потому что 30 лет это уже некоторым номерам это конечно уже надо и менять многое и вот сколько я иду это я иду только с одной стороны здесь огромная территория сколько я иду везде везде вот такие огромные деревья просто супер я сейчас нахожусь на ресепшене только что мы сдавали номера у меня возникла идея и я подошла поговорить с теми кто там отвечает за все это движение и спросила их такой вопрос говорю ребята если просто приехать вот так вот снять номер сколько это будет стоить они говорят нет нет это типа невозможно что это будет стоить где-то 150 баксов за ночь номер что у них контракт с туроператором знаете что я вам скажу он мне только что в лицо сказал о том что то что получить хороший номер с горячей водой надо просто сразу договориться и все может кому-то эта информация поможет целом отель неплохой отдых в принципе ну удался есть какие-то маленькие нюансы но я думаю если вы человек разумный вы сможете договориться вот у нас молодожен танцует саш домой хочется а билеты нужны да? нет только у нас для мира кеков да? Памукале ездили уже да ездили не знаю не знаю это на экскурсию забирают да? да на Муколуб на Халлоуин заберу я думала на свой аэропорт забирают Саша сколько для тебя комфортно отдыхать по времени мы уже здесь месяц отдыхаем такела рулит удовольны отдыхом саша медовый месяц к концу подходят ты в курсах теперь остается медовая теперь теперь медовая жизнь осталась если медовый месяц шел месяц у меня был бы посттравматический стресс таких размеров что я работать бы не смог бы никогда что? пацанульчик целовай меня целовай меня на камеру хабиба хабиба сам ты хабиба хабиба ну хоть не хабаба хабаба это радость в душе маленькое интервью как тебе отдых? отдых? отдых только мало хочется побольше такого 2 недели? автобус хабиби 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 богаче наверное за нами приехали в аэропорт за нами приехали в аэропорт за нами приехали в аэропорт точно назначенное время спасибо спасибо